Здравствуйте, первоклассники Кубани! Начинаем урок математики. Тема сегодняшнего урока – связь между сложением и вычитанием. Я желаю на уроке хорошей и интересной работы, а начнем с повторения состава чисел второго десятка. Давайте вспомним, как называются числа при сложении. Числа при сложении называются слагаемая сумма. Число 4 – это слагаемая, число 2 – это слагаемая, 6 – это сумма. Ребята, давайте заполним таблицу. Слагаемая 7 и 2 будет 9. Слагаемая 5, слагаемая 4 – сумма 9, слагаемая 6, слагаемая 2 – сумма 8. Первая слагаемая 3, вторая слагаемая 4 – сумма 7. Первая слагаемая 5, вторая слагаемая 3, сумма 8. Ребята, давайте вспомним, как называются числа при вычитании. При вычитании. При вычитании первое число, число 6 – это уменьшаемая. Число 2 – это вычитаемая. Число 4 – это разность. А теперь давайте заполним таблицу. Уменьшаемая 7, вычитаемая 3, разность 4. Уменьшаемая 10, вычитаемая 3, разность 7. Уменьшаемая 5, вычитаемая 3, разность 1. Уменьшаемая 6, вычитаемая 3, разность. Что значит разность? Нужно вычесть из 6, 3. Разность равна 3. Вычитаем из 8, 3, разность 5. Уменьшаемая 3, вычитаемая 3, разность 0. Давайте повторим. Сложение в пределах 20. Вспомним, как мы это делали. 8 плюс 5. Первый шаг. Первая слагаемая 8. Нужно его дополнить до 10. Сколько не хватает до 10? 2. 8 плюс 2 равно 10. Поэтому второе слагаемое. Разложили на удобные слагаемые. Это 2 и 3. Записываем. 8 плюс 2 и плюс 3. 8 плюс 2. 10. Запишем. И плюс 3. Получится 13. 8 плюс 5 равно 13. В тетради, ребята, как мы будем записывать. 7 плюс 6. Сколько не хватает до 10 у семерки? 3. 7 плюс 3 будет 10. Это 10. А 6 это 3 и 3. 10 плюс 3 будет 13. 12. Повторим вычитание в пределах 20. 14 минус 6. Сколько нужно вычесть из 14, чтобы осталось 10? 10. Конечно, 4. Поэтому 6 раскладываем на удобные слагаемые. 6 это 4 и 2. Запишем. 14 минус 4. 4. Минус 4 и минус 2. Решаем. 14 минус 4. 10. 10 минус 2. Получится 8. 14 минус 6 равняется 8. Для наглядности, как в тетради, надо выполнять. 14 минус 6. Сколько нужно вычесть из 14, чтобы получилось 10? Конечно, 4. Запишем. 4. 14 минус 4. Это 10. А теперь вспоминаем, что 6 это 4 и 2. Из 10 вычесть 2. Получится 8. 14 минус 6 равняется 8. Прочитайте, ребята, числа. Как вы думаете, а какое здесь лишнее число? Правильно. 10. Почему? Да потому что оно двузначное. Оно состоит из двух цифр. А теперь, пожалуйста, распределите эти числа в порядке возрастания. Правильно. 3, 6, 9, 10. Обратили внимание, что каждое последующее число увеличивается на 3. 3 плюс 3 – 6. 6 плюс 3 – 9. 10 еще и поэтому лишнее, что оно нарушает закономерность. Ребята, а теперь такое задание. Из этих чисел нужно составить всевозможные равенства, используя математические знаки. Думаем. Конечно. 3 плюс 6 равняется 9. От перестановки слагаемых сумма не меняется. Второе запишем равенство. 2, 6 плюс 3. А если мы из суммы вычтем первое слагаемое, то мы получим второе слагаемое. И еще можем записать одно равенство. Если мы из суммы вычтем второе слагаемое, то мы получим первое слагаемое. В этих равенствах мы использовали одинаковые числа. Это их объединяет. А чем же они отличаются? Эти равенства, ребята, они отличаются результатом. Первые два равенства – сумма 9, а вторые два равенства. В первом 6, а во втором 3. А теперь давайте составим всевозможные равенства по рисунку. Итак, 4 зеленых листика и 3 желтых, а всего 7. А теперь запишем равенство 3 желтых листика, 4 зеленых, а всего листиков 7. Если мы от всех листиков отнимем 4 зеленых листика, останется 3 листика. И еще одно равенство можем записать. Если мы от всех листиков отнимем желтые листики, то получится 4 зеленых листика. Числа в равенствах одинаковые, и равенства между собой взаимосвязаны. Прочитаем вот эти равенства, используя название компонентов действия сложения. Первое слагаемое 4, второе слагаемое 3, сумма 7. А теперь прочитаем третье равенство, используя название чисел из первого равенства. Если из суммы вычтем первое слагаемое, то получим второе слагаемое 3. Если из суммы вычтем второе слагаемое, получится первое слагаемое 4. Ребята, решим задачу. Дети взяли с подноса 5 шоколадок, осталось еще 8. Сколько шоколадок было? Читаю условия. Дети взяли с подноса 5 шоколадок, осталось еще 8. Что надо найти? Сколько шоколадок было? Итак, дети взяли 5 шоколадок, осталось еще 8. Это известно. Что надо найти? Сколько шоколадок было? Итак, взяли 5, да еще осталось 8. Каким будем действием решать эту задачу? Подумайте. Взяли 5, да еще осталось 8. Правильно, мы будем эту задачу решать сложением. 5 плюс 8, 13 шоколадок. Ответ. 13 шоколадок. Вот и закончился наш урок, ребята. А впереди у вас летние каникулы. Пусть отдых ваш будет веселым и удачным. Пусть он вам подарит много приключений, интересных увлечений, развлекательных забав и чудесное настроение. А телешкола Кубани прощается с тобой, первоклассник. До новых встреч на телеканале Кубань-24. Здравствуйте, ребята. Этот урок математики мы проведем с вами вместе. И несмотря на то, что вы дома перед экранами телевизоров или мониторами компьютеров, а я здесь, в студии телерадиокомпании Кубань-24, я уверена, вместе мы сможем сделать этот урок интересным и полезным. В начале нашего урока я предлагаю вам определить, куда же мы сегодня отправимся. А для этого найдем значение числовых выражений. Сумму чисел 24 и 40 уменьшим на 6. Удобнее к 40 прибавить 24, к большему числу удобнее прибавлять меньшее. 40 плюс 24 – это 64. И от 64 отнимаем 6, получается 58. Уменьшаемое – это сумма чисел 32 и 18. Вычитаемое – 29. Найдите разность. Уменьшаемое – это сумма чисел 32 и 18, то есть 50. От 50 мы должны отнять 29. Удобнее отнять по частям. 50 минус 20 – это 30. И 30 минус 9 – это 21. Разность чисел 92 и 23 увеличим на 5. От числа 92 нам нужно отнять 23. Также удобнее выполнить вычитание по частям. 92 минус 20 – это будет 72. И 72 минус 3 будет 69. К 69 мы прибавим с вами 5. Получится 74. Разность чисел 40 и 37 увеличим на 28. От 40 вначале отнимем 30, будет 10. От 10 отнимем 7, это 3. И к 28, к большему числу, прибавим 3. Получится 31. Я думаю, что вы догадались, что мы сегодня отправимся в цирк. Цирк любят все. И взрослые, и дети. Цирк появился в Древнем Риме как место для скачек на колесницах, боев силачей и зверей. Это была большая площадь, окруженная сиденьями для зрителей. А спустя много веков во Франции был построен цирк, который представлял собой круглый зал, в котором показывали разные упражнения на лошадях и акробатические трюки. Ребята, цирки бывают разные. Они бывают стационарные. Чаще всего это здания, которые находятся в крупных городах. А бывают передвижные. Передвижные цирки переезжают с места на место, из города в город. Артисты, звери, предметы, которые необходимы для представления, перевозят в специальных вагончиках на колесах. Такой передвижной цирк напоминает большую палатку и называется шатер. В центре зала находится арена. Это площадка, на которой выступают цирковые артисты. По-другому ее еще называют манеж. И какой бы ни был цирк, передвижной или стационарный, размер арены всегда одинаковый. Для клоунов, акробатов, воздушных гимнастов или эквилибристов размер арены не имеет никакого значения. Но он важен для выступления наездников, которые выполняют конные трюки. Вокруг арены размещаются места для зрителей. Каждый ряд располагается выше другого, для того, чтобы всем зрителям было хорошо видно. Сейчас перед вами фотография Большого московского цирка. Это один из крупнейших цирков Европы. И вот как раз в московском цирке пять сменных манежей. И одновременно в зрительном зале могут находиться до трех тысяч зрителей. А это здание Краснодарского цирка. Причем впервые цирк в Краснодаре появился в конце XIX века. Это как раз был передвижной балаган. Позже появилось деревянное здание цирка. А современному зданию Краснодарского цирка в этом году исполняется 50 лет. Я думаю, что вы догадались. Сегодня мы познакомимся с историей цирка, цирковых профессий. И составим таблицу умножения на три. В цирке мы можем с вами видеть выступления воздушных гимнастов, гимнастов, иллюзионистов, эквилибристов и, конечно же, клоунов. Клоунов любят все – и взрослые, и дети. Клоуны – это артисты, выступающие со смешными номерами. Но разве это легко – веселить и взрослых, и детей? А еще клоуны одновременно могут быть и акробатами, и жонглерами. Имена многих клоунов известны всем – Юрия Никулина, Олега Попова. Клоуну для выступления потребовался трехколесный велосипед. А сколько колес будет у двух таких велосипедов? Чтобы ответить на этот вопрос, мы найдем сумму двух одинаковых слагаемых. Количество колес на одном велосипеде, прибавим количество колес на втором велосипеде. Три плюс три – получится шесть. Вы уже прекрасно знаете, что сумму одинаковых слагаемых можно заменить действием умножения. По три взять два раза. Три умножить на два – получится шесть. Запомним. Три умножить на два – получится шесть. Для своего выступления клоун на полотне нарисовал три лягушки. Сколько лягушек нарисовал клоун на трех таких полотнах? Найдем сумму трех одинаковых слагаемых. По три возьмем три раза. Три плюс три – шесть. И еще плюс три – девять. Значит, три умножить на три – девять. Запомним. Три умножить на три – получится девять. Многие приходят в цирк для того, чтобы посмотреть выступления жонглеров. Жонглеры – это цирковые артисты, которые умеют быстро подбрасывать и ловить предметы в определенном порядке. Жонглер подбросил три мяча. Сколько мячей подбросят четыре таких жонглера? Чтобы ответить на этот вопрос, мы прибавим количество мячей, которые подбросил первый жонглер, количество мячей, которые подбросил второй, третий и четвертый жонглер. Увидим, что мы находим сумму одинаковых слагаемых, а значит, можем заменить пример на сложение примером на умножение. Для этого три умножим на четыре и получится двенадцать. Запомним. Три умножить на четыре – получится двенадцать. А я очень люблю смотреть за выступлением дрессировщиков в цирке. Ведь дрессировщики обучают животных разным необычным умениям. Забираться по лестнице, ездить на велосипеде. И даже играть на музыкальных инструментах. В цирке мы можем увидеть выступления слонов, тигров, львов, кошек, собак и даже голубей. Посмотрите. Веселая обезьянка подбросила вверх три шарика. Сколько шариков подбросят вверх? Пять таких обезьянок. Найдем сумму пяти одинаковых слагаемых. По три возьмем пять раз. Три умножить на пять – получится пятнадцать. Запомним. Три умножить на пять – получится пятнадцать. А у каждого слоненка три воздушных шарика. Сколько шариков у шести слонов? Найдем сумму шести одинаковых слагаемых. По три возьмем шесть раз. Значит, три умножить на шесть – получится восемнадцать. Запомним. Три умножить на шесть – получится восемнадцать. У обезьянки-жонглера три обруча. Сколько обручей у семи таких обезьянок? Слагаемое три повторяется семь раз. Значит, три умножить на семь – будет двадцать один. По три взяли семь раз – получилось двадцать один. Один веселый клоун ударил в барабан три раза. Сколько раз ударят в барабаны восемь таких клоунов? Слагаемое три повторяется восемь раз. По три взяли восемь раз – получится двадцать четыре. Запомним. Три умножить на восемь – получится двадцать четыре. Для музыкантов циркового оркестра в каждом ряду поставили по три стула. Сколько стульев в девяти таких рядах? По три взяли девять раз. Значит, три умножить на девять – получится двадцать семь. Запомним. Три умножить на девять – получится двадцать семь. Прочитаем это числовое равенство, называя компоненты и результат действия умножения. Первый множитель – три, второй множитель – пять, произведение – пятнадцать. Мы с вами помним о том, что переместительное свойство возможно применить не только к действию сложения, но и к действию умножения. Давайте повторим это правило. От перестановки множителей результат умножения не изменится. От перестановки множителей результат умножения или произведения не изменится. Воспользовавшись этим правилом, заполним пропуски. Первый множитель 3, второй множитель 4, произведение 12. Если множители поменять местами, значение произведения не изменится. Значит, и 4 умножить на 3 будет 12. Опираясь на первое числовое равенство, прочитаем только второй пример в данной записи. Первый множитель 7, второй множитель 3, произведение 21. Выполним похожее задание. Опираясь на первое числовое равенство, прочитаем только второй пример в данной записи. Переместительное свойство умножения поможет нам составить не только таблицу умножения числа 3, но и таблицу умножения на 3. А теперь, ребята, давайте вспомним, а какая существует зависимость между компонентами и результатом действия умножения? Давайте прочитаем правило. Если произведение двух множителей разделить на один из множителей, то получится другой множитель. Если произведение 18 разделить на первый множитель 3, то получится второй множитель 6. Если произведение 27 разделить на первый множитель 3, то получится второй множитель 9. Если произведение 12 разделить на первый множитель 3, то получим второй множитель 4. А теперь давайте проверим, насколько вы были внимательны. Заполните пропуски, используя знание таблицы умножения и знание зависимости между компонентами и результатом действия умножения. Давайте проверим, насколько верно вы справились с этим заданием. Теперь выполним задание во втором столбике, используя зависимость между компонентами и результатом действия умножения. Вставим пропущенные числа. 6 разделить на 2 получится 3. 3 разделить на 3 получится 1. 9 разделить на 3 это 3. 18 разделить на 3 это 6. И 27 разделить на 3 получится 9. Ребята, а теперь я предлагаю вам выполнить сложную задачу. Я уверена, что среди вас есть те, кто любят головоломки. Задание потруднее. Фокусник готовился к своему номеру и спрятал кролика, хлопушку и трубку в коробке трех разных цветов. Кролика он спрятал не в синюю и не в зеленую коробку. Хлопушку он спрятал не в зеленую коробку. В какой из коробок находится каждый из предметов? Давайте проверим, как вы справились с заданием. Если кролик находится не в синей и не в зеленой коробке, значит кролик находится в красной коробке. Если фокусник разместил хлопушку не в зеленой коробке, значит хлопушка находится в синей коробке. И тогда трубочка будет в зеленой коробке. Ребят, сегодня мы с вами говорили об истории цирка, о цирковых профессиях. Но сегодня мы не сможем с вами пойти в цирк. Но это не значит, что путешествие в цирк откладывается. Ведь мы можем найти на официальный сайт Большого Московского цирка, найти в раздел онлайн-трансляций и здесь посмотреть удивительное цирковое представление царевны Несмеяна. Наш урок подошел сегодня к концу. Я надеюсь, что он был полезным и интересным. Проводите время с пользой. У вас впереди три месяца летних каникул. Отдыхайте, веселитесь, но помните, что каникулы должны быть не только интересными, но и безопасными. Увидимся в сентябре. До свидания. Здравствуйте, ребята. Рада видеть вас в телешколе. Сегодня на уроке мы познакомимся с письменным приемом деления столбиком, рассмотрим все возможные случаи и решим много примеров. А начнем урок мы с устного счета. Но не обычного, а на военную тему. Советские воины остановили победное движение фашистов по миру. Немалую роль в этом внесла авиация. Уже в первые часы войны наши летчики показали удивительное мужество и героизм. Немецкая авиация за первый месяц войны потеряла третью часть своих самолетов. Расставьте числа в порядке возрастания и узнаете название рискованного приема атаки, который применили наши летчики во время войны более 600 раз. Итак, числа 209, 401, 419, 330 и 329. Расставляем эти числа в порядке возрастания. И у нас получается слово «таран». Таран – это целенаправленное столкновение самолета с самолетом противника. Тараны во время войны совершали наши летчики. Первый огненный таран совершил Николай Гастелло 26 июня 1941 года. Он направил свой самолет прямо в гущу танков противника. Первый воздушный таран совершил старший лейтенант Иван Иванов в 4 часа 25 минут 22 июня. В самые первые минуты войны. А героем первого ночного тарана был Виктор Талалихин. Наши летчики обращались к этому крайнему средству в бою, когда кончались боеприпасы. История войны не знает ни одного случая, когда на таран шли немецкие летчики. Вот такие удивительно сильные духом были наши деды и прадеды. Мы помним, мы гордимся. А теперь давайте решим круговые примеры и вернем самолет на аэродром благополучно. Круговые примеры – это значит, что начало последующего примера – это ответ в предыдущем. Итак, наш самолет трогается с места 640 разделить на 4. Получится 160. Значит, следующий пример – 160 умножаем на 3. Получается 480. Следующее выражение – 480, вычесть 180. Будет 300. 300 делим на 100. Получается 3. 3 умножаем на 170. Получается 510. 510 прибавляем 130. Получается 640. Все примеры мы решили верно. И самолет благополучно вернулся на аэродром. Сегодня мы с вами будем знакомиться с новым приемом письменного деления в столбик. Но сначала давайте повторим название компонентов действия деления. Итак, число, которое делим, называется делимое. Число, на которое делим, называется делитель. И результат – это частное. Найдем значение выражений. Сначала мы с вами будем делить двузначные числа на однозначное число. Вспомним устные приемы выражений. Чтобы разделить 86 на 2, раскладываем число 86 на разрядные слагаемые 80 и 6. И каждое из этих слагаемых делим на 2. Итак, 80 делим на 2, получается 40. 6 делим на 2, получается 3. Складываем полученные частные, ответ 43. Теперь разделим трехзначное число на однозначное. Точно так же заменим делимое суммой разрядных слагаемых. 468 – это 468. И каждое из этих слагаемых разделим на 2. 400 делим на 2, получается 200. 60 делим на 2, получается 30. И 8 делим на 2, получается 4. Складываем полученные частные, и ответ 234. Конечно, решать примеры таким образом, делить, было бы достаточно трудоемко. Поэтому и было придумано деление в столбик. И сейчас мы с вами попробуем в столбик найти значение частного 268 и 2. Итак, обратите внимание, пожалуйста, на запись. Записываем каждую цифру в своей клетке. Это очень важно, чтобы потом не запутаться. Итак, 268 делим на 2. Первое неполное делимое – это две сотни. Значит, в частном будет три цифры. Узнаем, сколько сотен будет в частном. Разделим две сотни на 2. Получится 1. Значит, в частном будет одна сотня. Узнаем, сколько сотен разделили. Для этого умножим 1 на 2. Получается 2. Записываем результат под сотнями. Остатка у нас нет. Из двух вычитаем 2. Остатка нет. Проводим линию, которая при записи столбиком обозначает знак «равно». И переходим ко второму неполному делимому. Второе неполное делимое – это 6 десятков. Итак, узнаем, сколько десятков будет в частном. Для этого разделим 6 на 2. Получится 3. Значит, в частном будет 3 десятка. Узнаем, сколько разделили десятков. Для этого умножим 2 на 3. Получится 6. Записываем полученный результат под десятками. Узнаем, все ли десятки разделили. Вычтем из 6 6. Разделили все десятки. Проводим линию, которая обозначает знак «равно». И переходим к третьему неполному делимому. Третье неполное делимое – это 8 единиц. Итак, 8 единиц надо разделить на 2. Получается 4. Значит, в частном будет 4 единицы. Узнаем, сколько единиц разделили. Для этого умножим 4 на 2. Получается 8. Записываем результат под единицами. Проверяем, сколько единиц разделили. Все ли единицы разделили. Для этого из 8 вычитаем 8. И видим, что у нас остался 0. Значит, мы разделили все число 268 полностью. И ответ в примере – 134. Решим следующий пример. 742 разделим на 2. Здесь мы с вами будем делить с переходом через разряд. Итак, первое неполное делимое – это 7 сотен. Значит, в частном будет 3 цифры. Узнаем, сколько сотен будет в частном. Для этого 7 делим на 2. Получается 3. Значит, в частном будет 3 сотни. Узнаем, сколько сотен разделили. Для этого умножаем 2 на 3. Получаем 6. Записываем под сотнями. Узнаем, сколько сотен не разделили. Для этого из 7 вычитаем 6. Получается, у нас осталась 1 сотня. 1 сотню невозможно разделить на 2 так, чтобы получились в ответе сотни. Значит, цифру 3 мы в частном подобрали правильно. Образуем второе неполное делимое. У нас есть 1 сотня. 1 сотня – это 10 десятков. Да еще 4 десятка. Получается 14 десятков. 14 десятков делим на 2. Будет 7. Значит, в частном будет 7 десятков. Узнаем, сколько десятков разделили. Для этого 7 умножаем на 2. Получается 14. Записываем под десятками. Вычитаем. Пишем знак равно. Знак равно – это прямая горизонтальная линия. 14 вычесть 14 будет 0. Мы этот 0 не будем писать, потому что у нас еще остался разряд единиц. Еще третья неполная делимая. Точка в частном нам это показывает. Итак, теперь переходим к третьему неполному делимому. 2 единицы делим на 2. Получается 1. Значит, в разряде единиц у нас будет 1 единица в частном. Узнаем, все ли мы единицы разделили. Умножаем 2 на 1. Получается 2. Теперь вычитаем из 2 единиц 2, чтобы убедиться, что мы полностью разделили число. И видим, что у нас нет остатка. Значит, мы число разделили полностью. И ответ в примере 371. Следующий пример. 892 делим на 4. Первое неполное делимое это 8 сотен. Значит, в частном будет 3 цифры. 8 сотен делим на 4. Получается 2. Значит, в частном в разряде сотен будет стоять цифра 2. Умножаем 2 на 4, чтобы узнать, сколько мы разделили сотен. Получается 8. Вычитаем. Из 8 сотен 8 у нас остается 0. Переходим ко второму неполному делимому. 9 десятков. 9 десятков делим на 4. Получается 2. Значит, в разряде десятков будет 2. Узнаем, сколько разделили десятков. Для этого 2 умножаем на 4. Получается 8. Вычитаем. Из 9 десятков 8 остается 1 десяток. 1 мы не можем разделить на 4 так, чтобы получился целый десяток. Значит, цифру 2 в десятках в разряде десятков мы подобрали верно. Образуем третье неполное делимое. 1 десяток да еще 2 единицы. Это получается 12 единиц. Значит, теперь 12 делим на 4. Получается 3. 3. Записываем цифру 3 в разряд единиц и узнаем, все ли мы умножили единицы. Разделили единицы. 3 умножаем на 4. Получается 12. Вычитаем из 12 12 и видим, что пример мы разделили полностью. Ответ в примере 223. Следующее выражение. Найти частные чисел 867 и 3. В этом примере будет 2 перехода через разряд. Итак, первое неполное делимое 8 сотен. Значит, в частном будет 3 цифры. Так как в сотнях у нас 3 разряда. Узнаем, сколько сотен будет в частном. Разделим 8 на 3. Получим 2. Значит, в частном будет 2 сотни. Узнаем, сколько сотен разделили. Для этого 3 умножим на 2. Получится 6. Узнаем, сколько сотен не разделили. Из 8 сотен вычтем 6 сотен. Останется 2 сотни. 2 сотни нельзя разделить на 3 так, чтобы получились в разряде сотни. Значит, мы выполнили деление верно и правильно нашли цифру 2 в разряде сотен. Образуем второе неполное делимое. 2 сотни – это 20 десятков. Да еще 6 – это 26 десятков. 26 десятков делим на 3. Получается 8. Значит, в разряде десятков будет 8. Узнаем, сколько мы разделили десятков. Для этого 8 умножаем на 3. 8 умножить на 3 будет 24. Вычитаем и видим, что у нас осталось 2 десятка. 2 десятка невозможно разделить на 3 так, чтобы получились целые десятки. Значит, выполнили деление верно. Образуем третье неполное делимое. 2 десятка, да еще 7 единиц. Получается 27. 27 делим на 3. 27 разделить на 3. Получится 9 единиц. Умножаем 9 на 3. Чтобы узнать, сколько мы разделили единиц. Получаем 27. Записываем под единицами. Вычитаем результат. И видим, что пример разделили полностью. Значит, ответ в примере 289. Следующее выражение. Обратите внимание, что в этом случае при делении число в разряде сотен не делится на делитель нацело. Итак, 357 делим на 7. Первое неполное делимое 35 десятков. Значит, в частном будет 2 цифры. Итак, 35 делим на 7. Получается 5. Записываем 5 в разряд десятков в частном. Узнаем, все ли мы десятки умножили. Для этого 5 умножаем на 7. Получается 35. Записываем под десятками. Вычитаем. И видим, что у нас десятки разделены полностью. Значит, второе неполное делимое – это 7. Делим 7 на 7. Получается 1. Умножаем 1 на 7. Чтобы узнать, все ли единицы мы разделили. Получается 7. Записываем под разрядом единиц. Вычитаем. И видим, что пример разделили полностью. Ответ 51. Следующее выражение. Мы сейчас с вами будем решать примеры, где при делении в частном в разряде десятков окажутся нули. 836 делим на 4. Первое неполное делимое – 8 сотен. Значит, в частном будет 3 цифры. 8 сотен делим на 4. Получается 2. Записываем 2 в разряд сотен в частное. Узнаем, сколько разделили сотен. Для этого 2 умножаем на 4. Получается 8. Записываем под разрядом сотен. Узнаем, все ли мы разделили сотни. Вычитаем из 8 8. Остатка нет. Значит, можно переходить ко второму делимому. Второе неполное делимое – это 3 десятка. 3 десятка делим на 4. Получается 0. Значит, в разряде десятков будет 0. Образуем третье неполное делимое. 3 десятка – это 30. Да еще 6. Получается 36. 36 делим на 4. Получается 9. Записываем 9 в разряд единиц в частное. Умножаем 4 на 9. Получается 36. Вычитаем из 36 36. И видим, что пример мы разделили полностью. Сегодня, ребята, на уроке вы познакомились. С письменным приемом деления столбиком. Хочу напомнить вам, ребята, что проверку деления всегда можно проводить умножением. Для того, чтобы убедиться, правильно ли вы решили примеры. И еще. При делении трехзначного числа на однозначное, письменным приемом в столбик пользуйтесь в том случае, когда вы не можете посчитать устно. Если возможно использовать устные, устное вычисление, обязательно продолжайте тренироваться. Всего хорошего, ребята. До встречи в телешколе. Здравствуйте, друзья. Я рад нашей новой встрече. Ребята, каждый урок мы делаем для себя какое-то открытие. И сегодняшний урок не станет исключением. Тема сегодняшнего урока – деление с остатком. Сегодня мы с вами постараемся расширить наши математические знания, отработать новые навыки вычислений, а еще узнаем о значении некоторых чисел в нашей жизни. И пусть знание, смекалка и хорошее настроение помогают нам сегодня на уроке. Вы готовы к работе? Тогда я предлагаю начать. Рассмотрите, пожалуйста, изображение и выберите из группы номер рисунка, которому соответствуют все три записи. Давайте будем рассуждать вместе. Обратите внимание на второй и третий пример. В записи равенства мы видим, что делителями являются числа 3 и 4. Эти же числа и работали в первом примере. Они являлись множителями. Значит, будем искать изображение с делением кругов таким образом. Либо по три круга 4 ряда, либо по 4 круга 3 ряда. Давайте же посмотрим и скажем, что мы можем точно исключить. Конечно, мы можем исключить второй, пятый и шестой. Обратите внимание на второй. Он берется по 5 кругов 3 раза, нам не подходит. Обратите внимание на пятый рисунок. Там вообще берется два раза по 7 кругов. И шестой рисунок берется два раза по 5 кругов. Абсолютно нам не подходит. Да, если мы сложим все эти круги, у нас не получится 14. Исключаем их. Остается первый, третий и четвертый. Продолжим рассматривать и обратимся к первому рисунку. Обратите внимание, что мы здесь видим. Здесь берется по 3 круга. Это то, что нам подходит. Однако берется не 4 раза, а 5. Поэтому тоже не подходит. Остается третий и четвертый вариант. И какой же из них верный? Давайте разберем третий. Очень мне нравится этот пример. Посмотрите, берется по 4 круга 3 раза. Здорово, классно, так как нам нужно. Но обратите внимание на первый пример. У нас остаток должен быть 2. А если мы внимательно посмотрим на третий рисунок, у нас остается только один круг. Поэтому это тоже неверный. Методом исключения мы приходим к выводу, что четвертый – это верный ответ. Давайте проверим. Как же мы проверим? Посмотрим. У нас 3 круга берется в каждом ряду. И таких рядов берется 4 раза. Все верно, 12. И еще остается 2 круга, 14. Молодцы. Мы с вами говорили о четверке, поэтому предлагаю начать и рассказывать об интересных фактах о четверке. Давайте вспомним, в каком классе мы с вами учимся. В четвертом. Интересно, правда, что четверка и четвертый класс. Если мы вспомним таблицу умножения, то первое, что приходит в голову, это дважды 2,4. Тоже немаловажный факт. Давайте посмотрим на экран. Что же еще в нашей жизни встречается в количестве 4? У нас есть 4 стихии. Огонь, вода, земля и воздух. Также 4 стороны света. Север, юг, запад и восток. У нас есть 4 времени года. Зима, весна, лето и осень. Кстати, учебный год наш делится на 4 четверти. Тоже достаточно интересно. И в школе, изучая стихи, очень часто вы встречаете четверостишья. Даже если мы вспомним многих животных, у них тоже 4 конечности, 4 лапы или 4 ноги. Очень интересно. Двигаемся дальше. Следующее задание. Вам представлен ряд чисел. Ваша задача найти среди этих чисел только те, которые будут иметь остаток 1. Причем в делении на цифру 7. Итак, для того, чтобы быстро и правильно ответить и выполнить это задание, нам необходимо вспомнить таблицу умножения на 7. Давайте обратимся к первому числу 49. Наверное, каждый из вас вспомнит, что если мы 7 умножим на 7, будет 49. Сделаем проверку. 49 разделим на 7, получим 7. Но этот пример нам не подходит, потому что у нас нет остатка. У нас по заданию требуется, чтобы был остаток 1. Что же нам делать? А нам достаточно просто к 49 добавить 1. И тогда эта единица попадет в остаток. Если мы 50 разделим на 7, получим 7. И, естественно, остаток 1. Значит, 50 – это первое число, которое имеет остаток 1. Давайте найдем следующее число. Раз 7 на 7 у нас 49, наверное, стоит 7 умножить на 8. Будет 56. Проверим, правда я говорю или пытаюсь вас обмануть. 56 разделим на 7, получается 8. Отлично. Но опять, этот пример у нас без остатка. Что нужно сделать для того, чтобы в остатке была единица? Правильно. Нам необходимо 56 увеличить на 1. Получится 57. Тогда при делении 57 на 7 мы получим 8. А в остатке будет единица. 57 – это второе число, которое имеет в остатке 1. Давайте проверим. Может быть, здесь есть еще одно число? Вспомним таблицу умножения. На 9. 7 на 9 будет 63. Есть у нас 63, но она нам не нужна. 63 на 7 даст 9, остатка здесь нет. Но обратите внимание, последнее число, которое стоит в нашем ряду – 64. Оно как раз нам и пригодится. Потому что 63 увеличив на 1, мы получим 64. И тогда, решив этот пример, в остатке будет единица. Итак, 64 – это третье число, у которого в остатке единица. Ребят, мы с вами осуществляли деление на 7, поэтому справедливо будет, если мы поговорим об очень интересных фактах числа 7, цифры 7. Внимание на экран. История числа 7 берет свое начало еще со времен Древнего Египта. Именно египтяне выбрали для поклонения 7 богов, основываясь на том, что видели на небе 7 планет. Немаловажный и очень интересный факт. Обратите внимание, вот представлены 7 богов. Также с числом 7 связана столица нашей страны – город Москва. Она возведена на 7 холмах. Вы можете на карте увидеть все названия этих холмов. Если мы обратимся к музыке, то в музыке у нас 7 нот. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Выйдя на улицу после дождя, мы можем увидеть радугу. В радуге тоже присутствует 7 цветов. Обратите внимание. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Даже неделя наша состоит из 7 дней. 5 дней рабочих и 2 выходных. Ну и, конечно, следует отметить, что 7 чудес света – это великие архитектурные сооружения всех времен, которые занесены в эти чудеса. Итак, помимо того, что цифра 7 есть в природе, цифра 7 также присутствует и в литературе. Давайте вспомним сказки. Белоснежка и 7 гномов, цифра 7 присутствует. Волк и 7 ракозлят. Цветик – 7 цветик, 7 пядей во лбу. И вообще число 7 считается одним из самых счастливых чисел из всех. Итак, если вы были внимательны, то заметили, что наша математическая разминка была связана с делением, причем деление было с остатком. Давайте посмотрим и попробуем ответить на вопрос. Выбрать из трех предложенных вариантов верный. Сколько будет 444 разделить на 54? Хочу обратить ваше внимание, что нам не нужна ни ручка, ни листочек в данном случае. Мы только смотрим и пытаемся определить приблизительно. Давайте посмотрим на первый вариант – 9 и остаток 5. Предположим, что мы возьмем девятку и умножим на 5 десятков. Получится уже 450, а нам-то еще нужно умножать, будет 4 единицы, поэтому это слишком много, нам не подходит. Что можно сказать о втором варианте, где 7 и остаток 63? Кто очень внимательный и может четко увидеть, что здесь не так? Обратите внимание на остаток 63, а делим-то мы на 54, он слишком большой. Такой пример в принципе неправильно решен, да, то есть остаток очень огромный, не подходит. Ну и остается 8 и остаток 12. Раз я сказал, что только один из трех вариантов верный, значит это верный. Но не стоит доверять, всегда нужно проверять, да, у нас тема такая проверка. Давайте проверим. 444 разделим на 54. Сразу хочу обратить ваше внимание, что деление с остатком на двузначное число ничем не отличается от простого деления на двузначное число. Тот же алгоритм, который мы знаем уже вдоль и поперек. Итак, находим первое неполное делимое. 444 так и будет, потому что четверка и 44 слишком малы для того, чтобы делить их на 54. 444 делим на 54. Что же сделать? Нам необходимо использовать прием округления. Давайте 444 округлим до 44 десятков, а 54 до 5 десятков. Разделим 44 на 5. Не делится. Берем меньше. 43 тоже не делится. 42 не делится. Но сколько 40 делится на 5, это будет 8. 8 предположительно это цифра в частном. Но для этого нужно проверить. На черновике всегда нужно выполнять проверку. Умножим 54 на 8. 8 на 4 будет 32. 2 записываем, 3 запоминаем. И 5 на 8 40. И 3 43. 432. В принципе, визуально видно, что этого достаточно. Но буду всегда вам напоминать о том, что если сомневаетесь, не бойтесь делать проверку. Возьмите от неполного делимого 444, вычтите 432, получите 12. Обратите внимание на наш ответ. 8 остаток 12. Видимо, мы правильно все-таки решили пример. Переносим наши данные в пример. Все верно. 444 поделенное на 54 даст 8 и остаток 12. Сразу хочу обратить ваше внимание. Никогда не забывайте о сравнении остатка с делителем. У нас остаток был 12. Он меньше 54. Значит, все сделано верно. Молодцы. Ну, теперь предлагаю решить покрупнее пример. Взять пятизначное число и разделить на 58. Давайте решим этот пример на доске. Записываем. 45598. Поделим на 58. Итак, что же мы делаем? Вначале мы определяем первое неполное делимое. И первое неполное делимое у нас будет 455. 455 сотен. Раз у нас деление начинается в сотен, значит, у нас в частном будет 3 цифры. Итак, 455 делим на 58. Что мы делаем? Мы округляем. 455 округляем до 45 десятков, а 58 до 6 десятков. 45 делим на 6. Не делится. 44 на 6 тоже не делится. И 43 не делится. А вот 42 на 6 делится. Будет 7. 7 предположительно это та цифра, которая должна быть в частном. Давайте проверим. Умножим 58 на 7. 8 умножим на 7 будет 56. 6 пишем, 5 запоминаем. 7 на 5 35 и 5 40. 406. Если вы сомневаетесь, что данная цифра подходит, сделайте проверку. Вычтите из первого неполного делимого 406. От 5 6 вычесть не можем. Занимаем. 15 минус 6 – 9. 4 минус 0 – 4. Остаток 49. Не забывайте сравнивать 49 с делителем. Он меньше. Значит, 7 нам подходит. Переносим наше вычисление в пример. 49 – это остаток. Для того, чтобы получить второе неполное делимое, нам необходимо спустить девятку. 499 – это второе неполное делимое. Делим на 58. Используем тот же прием округления. 499 округлим до 50 десятков. А 58 так и оставим 6 десятков. 50 делим на 6. Не делится. И 49 не делится. А 48 на 6 делится. Будет 8. Предположительно, что 8 – это вторая цифра в частном. Проверим. 58 умножим на 8. 8 и 8 – 64. 4 пишем 6 в уме. 5 и 8 – 40. И 6 – 46. 464. Проверяем. Отнимем от 499 – 464. 9 минус 4 – 5. 9 минус 6 – 3. Остаток 35. Сравниваем остаток с делителем. Он меньше, значит, мы верно определили вторую цифру в частном. Переносим запись. 35 остаток. Для того, чтобы получить третье и последнее неполное делимое, нам необходимо снести 8. 358 – третье неполное делимое. Проводим аналогичную работу. 358 округляем до 36 десятков. 58 – до 6 десятков. 36 разделим на 6 и получим 6. 6 – это, предположительно, третья цифра в частном. Проверяем. 58 умножаем на 6. 6 и 8 – 48. 8 пишем, 4 запоминаем. 5 на 6 – 30. И 4 – 34. 348. Визуально видим, что этого достаточно. Ну, давайте сделаем проверку. 358 минус 348. Остаток 10. Он меньше, чем делитель. Переносим наше вычисление. Ребята, обратите внимание, мы разделили пример, у нас получился остаток. Остаток 10. Сразу сравните его с делителем. Он должен быть меньше. Раз меньше, значит, все хорошо, вы правильно все решили. Подведем итог. 45598 при делении на 58 получится 786 и остаток 10. Проверим. Все верно. 786 и остаток 10. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что деление с остатком на двузначное, трехзначное, на любое число ничем не отличается от обычного деления на многозначные числа. Ребята, раз мы справились с заданием, значит, наверное, стоит поставить нам пятерку. О пятерке тоже есть много интересных фактов. Давайте о них тоже поговорим. Во-первых, что мы можем сказать о 5? 5 – это самая максимальная оценка у нас в школе. Правильно? Правильно. Еще также 5 колец олимпийских, которые объединяют части света. Это Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия. У человека 5 органов чувств. Слух, зрение, вкус, обоняние и осязание. Давайте посмотрим еще раз, повторим, что пятерка – это максимальная оценка у нас в России. На самом деле мы с вами узнали много интересных фактов о двух, я считаю, важных цифрах сегодня. Это 7 и 5. Как вы думаете, почему эти цифры считаются важными в этом году? Может быть, кто-то догадается? Если мы поставим 7 и 5 вместе, то получится число 75. В этом году мы празднуем 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Давайте скажем спасибо всем тем, кто воевал и защищал нашу страну. Скажем спасибо всем тем, кто дал нам мирное небо над головой. Вечная память героям Великой Отечественной войны. Ну а сейчас, ребят, я предлагаю, используя полученные знания, заполнить таблицу. Обратите внимание, у нас есть три числа, которые необходимо распределить по данной таблице. Это 1239, 7 и 9. Разумеется, ни у кого не возникнет проблем и сложностей, и мы 1239, конечно, отнесем к делимому. Это самое большое число. Остается 7 и 9. И вот тут вопрос. Как же их поставить? То ли это 7 будет неполная частная, а 9 остаток, то ли наоборот. Для этого, я считаю, нужно проверить. Предположим, что 7 – это неполная частная, а 9 остаток. Как проверить? Нам необходимо 7 умножить на делитель. Получим 77. Добавим 9 и получим 86. А у нас делимое 106. Неверно. Давайте тогда поменяем местами. 9 – это будет неполная частная, а 7 остаток. Проверим. 9 умножаем на 11 – 99. И плюс 7 – 106. Значит, 9 – это неполная частная, а 7 остаток. Переходим к другому заданию. Тоже достаточно интересному. У вас пропущено делимое. Отталкиваясь от первого примера в каждом столбике, определите, какое число нужно вставить. Будьте внимательны. Ответ скрывается на поверхности. Посмотрите. 992 разделить на 8 равняется 124. Какое же число нам необходимо разделить на 8, чтобы получить практически 124? То есть 123 и остаток 7. Наверное, многие из вас догадались, что нужно взять на единицу меньше. 991. Попробуйте определить, какое делимое будет во втором примере. Если вы правильно определили, то это 1535. Отлично. Ребят, подходит к завершению наше занятие. Я благодарю вас за то, что вы были сегодня со мной. Я думаю, что все вы хорошо работали. И, конечно, хочется сказать очень главную фразу. Помните, математика – это царица наук. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!